1 января Новый год праздновать в России начали еще в 1700 году при Петре Первом. До этого несколько столетий его отмечали 1 марта. Самые ранние упоминания о праздновании Нового года на России относятся к 15 веку. Как было до этого, историки все еще спорят. Но были времена, когда и праздника на земле такого никто не знал. По земле ходили мамонты. Репортаж наших мурманских коллег. Я не открою Америку, сказав, что слоны мамонтам родня. Правда, родство это не совсем прямое. У них был общий предок. Звали его Моритериум. И жил он 55 миллионов лет назад. Забавно то, что Моритериум был небольшого роста, не больше собаки. Или точнее сказать, не больше свиньи, на которую был похож. Ирония в том, что спустя миллионы лет свинью люди сделали символом года. А вот долгожители слоны или их легендарные древние собратья остались, как говорится, не у дел. Но несмотря на это, наверное, нет на земле такого человека, который бы не слышал о больших косматых мамонтах. Сегодня ученые с интересом изучают этих древних животных. Тем более, что многие из них здорово сохранились до наших дней. Знакомьтесь, это Дима, ископаемый мамонтенок. Сегодня он главный экспонат выставки Мурманского краеведческого музея. Мамонтенок Дима – это был первый мамонт, даже как бы абстрагируясь от взрослого животного или маленького животного, который сохранился в таком прекрасном виде. Ростом Дима чуть меньше метра, весит около 70 килограммов. Ученые установили, что жил он почти 40 тысяч лет назад. Его обнаружили в 1977 году в Магаданской области. Дима и мамонтенка назвали в честь ручья, в русле которого он был обнаружен. Кстати, это не единственная находка палеонтологов. У Димы есть сестренка Люба. Не буквально, конечно. Любу нашли на Гаданском полуострове. Самое опасное для людей – это плесень. Плесень для Либы. А здесь очень важно. Люба сохранилась лучше. Тело полностью уцелело, за исключением копытиц, фрагментов хвоста и правого уха. Дело в том, что она пробудила интерес не только на Ямале к ископаемым животным, но и гораздо шире. И после ее находки были сделаны уже найдены большое количество мерзлых трупов. И мамонтов, и носорогов, и бизонов, и лошадей, и львов, и волков. Ученые сделали компьютерную томографию тела в Токийском университете Дзекей. Вскрытие произвели специалисты зоологического института в Санкт-Петербурге. Потом ископаемое животное мумифицировали. А шесть лет назад ученые нашли кое-что еще более уникальное на мысе сопочная карга. Мамонта обнаружил Женя Салендер, мальчик 11 лет, который проживает здесь недалеко, вместе с родителями в летнее время. Вот 27 августа он гулял по этому берегу со своими собаками и почувствовал запах, специфический запах мамонта. И вот его природное любопытство позволило сначала найти одну косточку. На Таймыре фрагменты скелета мамонта находят довольно часто. Это могут быть кости или бивень. Целый скелет попадается редко, а такая находка, как эта, действительно уникальна. Осмотрев мамонта карги, ученые подтвердили несколько своих гипотез. Например, что горб мамонта – это жировое отложение, как у верблюда, а не особенности строения скелета. Впервые это было замечено на полиэлитических рисунках, где были такие горбатые мамонты. Все думали, почему же они такие горбатые? Считали из-за того, что очень высокие остистые отростки у них грудных позвонков. Оказывается, нет. Мы видим, что это животное было прекрасно адаптировано к условиям жизни на севере. Видите, какие мощные запасы жира на зиму оно копило. Это еще, судя по всему, животное погибшее в летний период, так как мы не видим подшерстка на шерсти. Но уже с достаточно хорошим запасом жира. То есть постепенно, наверное, к зиме этого жира становилось все больше и больше. Для ученых мамонт это бесценная находка, а для кого-то это ценное сырье. Я сам был на Ямале и видел эти объявления. Люди предлагают выкупить кости мамонта, бивни мамонта. Рестораны угощают стейком из мамонта. Кто-то даже делает шапки из шерсти мамонта. Выглядит шапка примерно вот так и стоит 10 тысяч долларов. 10 тысяч. Это, конечно, шапка из овчины, но мамонтовая выглядит примерно так же. По длинности изделия доказывает справка из музея мамонта, убеждает Владимир Амосов. Владелец единственной в мире шапки из шерсти доисторического животного. Вот перед вами фрагмент кожи ляховского мамонта. Региональная. И шерсть мамонта. Тоже материальный. Вроде бы материал шапки похож на шерсть мамонта. Но анализ ДНК никто не проводил. Да и покупателя пока на дикойный товар не нашлось. И кто знает, может быть кому-то повезет получить в подарок теплый рыжий головной убор, которому в обед 40 тысяч лет.